С чего начнем? Я тут пару новых слов услышал, интересно. Сейчас я вам, надеюсь, тоже одно слово интересно расскажу. Это слово, мы применили его в работе. Это имеет такой подход в работе, когда у вас нужно не только заниматься продажами, но и заниматься еще и брендингом. Да, все знают слова. Есть такое слово «перформанс». Все мы этим занимаемся, да, «перформанс-маркетинг». Все приводим лиды. Есть понятие «брендинг». Вот мы им как бы в меньшей степени занимаемся. А есть такое новое слово, называется «брендформанс». Когда мы все инструментами перформанс-маркетинга, мы решаем задачи еще брендинга. Это очень важное сейчас направление. Оно достаточно сейчас активно развивается в России и в Европе. И вот этот подход мы применили и в работе с нашим клиентом текущим по продвижению европейских игр. Почему? Потому что первой задачей было изначально… Сейчас я вернусь. Так, нет. Первая задача была какая? Задача была вообще построить знания о том, что у нас, что у нас будет происходить через интернет, донести информацию о всех мероприятиях, о главных двух центровых мероприятиях, это открытие и закрытие, и о всех видах спорта, которые можно было там посмотреть для того, чтобы что? Главное, что? Купить билеты. Да, самая главная цель – это именно продажа билетов через интернет. Какие форматы вообще есть у брендформанса? Формат 2. Это формат видео и формат баннерной рекламы. И если говорить про баннерную рекламу, то тут хорошо сработал Яндекс, мы об этом потом поговорим, поэтому здесь я выступаю, да, потому что Яндекс хорошо сработал. С чего начнем? У нас было всего 23 дня на то, чтобы сделать очень классную рекламу. Мы сейчас поговорим, что мы сделали и как мы это все решали. Ну, и как я уже говорил, задачи было две. Сначала нужно было влюбить аудиторию в это мероприятие и построить знания, и построить желание, что люди захотели туда прийти, захотели посмотреть на мероприятие, а потом уже им продавать. Вот это, в принципе, логика всего брендформанса. Вы сначала влюбите, а потом продавайте. Регионы, да, то, что было диджитал. Мы крутили, в принципе, на всю Европу, СНГ, ну и, конечно же, усиливали рекламу на те страны, откуда потенциально люди могли приехать с большей вероятностью, нежели какие-то дальние страны. Ну, это вот Россия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Украина и страны Европы. По третьей аудитории, ну, в принципе, это любой взрослый человек, который может купить билет. Мы выделяли несколько типов этой аудитории. Болельщики, люди, которые интересуются просто спортивными мероприятиями, фанаты спорта. И так как у нас центровые мероприятия были, это открытие и закрытие, а это шоу. Ну, это, в принципе, та аудитория, которая, может быть, и спорт не настолько интересен, но интересны культурные мероприятия. Поэтому мы здесь аудиторию расширяли. Что делали? Было несколько стратегий, как мы работали с разными типами аудитории. Есть аудитория существующая уже, которая посещала сайт, смотрела ролики на канале, посвященном вторым европейским играм. Они вводили определенные запросы связанные. Ну, и, в принципе, мы на эту аудиторию таргетировались. Работа с новой аудиторией немножко строилась другим способом. То есть мы искали аудиторию, которая, в принципе, не знала мероприятия, но потенциально ей могло быть интересно это мероприятие. Как мы это делали? Это аудитория всяких спортивных сайтов, которые посещают sports.ru, sports.cz. Люди, которые вводили определенные ключевые слова, связанные с видами спорта, которые они могли посмотреть на этом мероприятии. И используют технологию look-alike. Все знают, что такое, никому не нужно рассказывать. Все давно это уже на многих мероприятиях про это все говорят. И мы еще пошли чуть дальше. Дальше мы посмотрели аудиторию, скажем, не сказать, что это конкуренты. То есть это люди, которые интересовались схожими мероприятиями. Это чемпионаты мира по тем видам спорта, которые проходили на европейских играх. И это олимпийские игры. Ну, то есть, по сути, если ты увлекаешься олимпийскими играми, тебе, наверное, могут понравиться и вторые европейские игры. На это мы и сделали ставку. Что получилось? Запускали мы рекламу во многих каналах. В Яндексе в том числе и все социальные сети. Что получилось? Целью было что? Центровыми моментами, конечно же, было это продажа билетов на открытие и закрытие. И поэтому все рекламные компании, они были настроены каким способом? То есть первое, что мы сделали. Мы перевели на многие языки рекламные сообщения. Ну, и логично, люди, если видят рекламу на своем родном языке, будь то даже украинские или казахские, то они с большей вероятностью отреагируют на это сообщение и перейдут на сайт. Что дальше? Мы ввели масштабную имиджевую рекламную кампанию по всем видам спорта, которые были включены в данное мероприятие. Ввели их на главную страницу. Там пользователь мог выбрать, в принципе, любой билет. Если он пришел по запросу бокс, он мог не только на бокс купить себе билет, а мог купить, допустим, на гимнастику. Что дальше? Как я говорил, самые главные мероприятия – это были открытия, церемония, церемония открытия, церемония закрытия. Там мы аудиторию расширяли. Мы добавляли еще людей, которые просто интересуются массовыми мероприятиями. Им интересны любые концерты. Они посещают концерт, они посещали последние концерты по геоточкам. Мы эту аудиторию тоже собирали, добавляли. Что в итоге мы получили? Показов. Почти 54 миллиона показов рекламы. Общий охват около 10 миллионов, это с счетом пересечения. Топ стран по трафику, которые переходили к нам на сайт. Лидер – Беларусь, Россия, Литва, Украина. Ну и другие страны могут собрать остальные. То есть, в принципе, они все на слайде представлены. Также мы считали ассоциируемую конверсию. Все знают, да, что это такое? Тут логично. То есть, когда мы занимаемся брендингом, сложно сказать, что вот именно человек увидел баннер, перешел и купил. И делать анализ любого из каналов на основании того, что просто по последнему клику, о том, что человек кликая на эту рекламу переходит и покупает. Ну, это немножко непрофессионально. Что мы делали? Мы анализировали в цепочке касаний с пользователем, сколько раз встречался тот или иной канал. И как вы думаете, кто победил? Конечно, на Яндекс.Конференции. Да. По ассоциируемой конверсии она была самая высокая в Яндексе. Она была порядка 40%. То есть, в 40% цепочек, где были покупки, Яндекс встречался в той или иной шаге. То есть, либо в начале, в конце, либо в середине. Поэтому в данном случае Яндекс работал лучше всех. По видам спорта. Больше всех интересовал пляжный футбол. Потом была гимнастиком, бомбинтон, баскетбол и борьба. Топ-5 по самым популярным видам спорта, исходя из трафика, который приходил и переходил потом на определенные странички, где можно было купить тот или иной билет. Ну и продажи. Это вот про то, что говорил Максим. 59 тысяч билетов. Это вот те минимально подтвержденные 28% онлайн, которые были проданы благодаря рекламе. Да, не только наши мы это говорим, вообще в общем рекламе продажи через онлайн. Что мы еще сделали? В конце мероприятия мы еще провели… Очень важно смотреть, как пользователи реагируют на какое-то мероприятие. Это очень значимое мероприятие в стране. Мы мониторили инфоповоды и мониторили отзывы. Вы видите два графика. Зелененькие – это положительные отзывы, красные – это негативные отзывы, которые были связаны с мероприятием. И что важно в данном случае отметить? Позитива было гораздо больше. Люди чаще говорили о том, что все хорошо, им все понравилось. И мы, анализируя содержимое всех этих отзывов в социальных сетях, на площадках, заметили, что в основном позитив пишут те люди, которые там были. А негатив пишут кто? Кто на диване сидел. Он туда не ходил, но ему что-то не нравится. Поэтому с нашей стороны нам было очень круто поучаствовать в таком масштабном большом проекте. С точки зрения ассоциируемой конверсии Яндекс показал свою эффективность. Я надеюсь, мы тоже как агентство себя очень хорошо показали. И, в принципе, само мероприятие этой страны было значимым, что и, в принципе, отразило в самих отзывах о нем, которых было гораздо больше положительно. На этом у меня все. Я готов ответить на наши вопросы. Про бюджет не скажу. Сразу. Сразу подтверждаю. Спасибо, Сергей. Ну что, друзья. Да вот я уже вижу, рука тянется. На самом деле у меня, наверное, итоговый вопрос к обоим спикерам. Так, первый же еще здесь. Да, вот, да, есть. Ну, то есть вы сейчас поделились классными результатами, много разных цифр. Похвастались, скажем так, немного. Это здорово. Хотелось бы от вас услышать подведение итогов именно в формате, что получилось, что не получилось. Уже, ну, то есть этот опыт был такой уникальный для нашей страны. Он был первый в своем роде. Уже опираясь на этот опыт, какие можно сделать выводы и что можно было бы сделать лучше, иначе и по-другому. Ну и вообще общая ваша оценка. Я сейчас конкретно не про мероприятие, про само, а про его продвижение непосредственно и оффлайн, и онлайн. Ну, знаете, про оффлайн, наверное, говорить не будем, потому что здесь все-таки диджитал ребята все сидят. Я даже в какой-то момент словил себе на мысли, что мне некомфортно в моем пиджаке. Что люди все приходят то, чем удобно, и это хороший, кстати, большой плюс всех людей, которые работают в IT-сфере. Они могут ходить с чем хотят, и это очень приятно. Что могу сказать? Я хотел бы сказать, в первую очередь, очень позитивно и очень важно, когда мы начали настраивать финальную историю. Я скажу, почему мы все-таки привлекали именно рекламное агентство на последних порах. Когда к нам приехал организатор именно церемонии открытия, так случилось, что не мы отвечали за церемонию открытия Министерства культуры, с ними была достаточно сложная коммуникация. Мы не понимали, какая раскладка площадки будет от слова совсем. В конечном итоге у нас было достаточно ограниченное количество билетов к продаже. Их было порядка 7,5 тысяч штук. К тому моменту, как мы начали вести переговоры с RTOX Media Digital Group, вот так, да? Меня очень попросили именно так говорить. У нас был, по сути, sold out на церемонии открытия и на церемонии закрытия. Сразу вам скажу. Но к моменту, когда приехали именно устроители технически всего того, что произошло, на стадионе «Динамо» у нас организовалось порядка 3,5 тысяч свободных мест. И один вариант их раздавать, что не совсем красиво, и второй вариант их активно продавать, на чем мы, конкретно говоря, и сконцентрировались. Потому что, на самом деле, из тех цифр, которые приводил мой коллега, спорт, он занимал, наверное, даже погрешность от количества проданных билетов именно на церемонию открытия и закрытия. Это раз. И второе. Мы концентрировались именно на дорогих билетах, потому что ни для кого не секрет, в онлайн-мире клик на «Купить билет» — это, наверное, топ-3 стоимости рекламы. Мы понимаем, да, шиномонтаж возрастает весной и осенью в цене, летом он никому не нужен, а билеты всегда в цене на топ-3. Поэтому концентрироваться на билете за 10 рублей при конверсии в покупку превосходящей или в такой же стоимости и концентрироваться на продаже билета за 300 рублей при стоимости конверсии в 10 — это совершенно правильный подход, который мы избрали. Плюс ко всему имиджевая составляющая. Вы знаете, честно говоря, глобально с нашей стороны как организаторов мы очень довольны сотрудничеством, и именно Яндекс, я думаю, Яндекс, потому что русскоязычная аудитория превалировала, и в том числе мы знаем, что Беларусь — это классическое иностранное государство, куда любят приезжать русские, туда мы тоже очень сильно фокусировались. Глобально с сотрудничеством А, довольны, Б, эффективно провелось, потому что церемонию закрытия мы продавали даже с овербукингом. И если кто-то попал на финальное мероприятие, порядка 200 человек места не могли найти себе. И это нам удалось сделать, слава богу. Ну, наверное, все, да. Спасибо. Спасибо большое. Я могу дополнить, да, чего нам не хватило, что времени, да. Времени не хватило, 100% не хватило времени. Надо сделать, и мы никто не спали, 23 дня поспали пару часов, и вот в каком-то аврале все это запускали, делали, делали, и логично, если бы это было хотя бы там за недели-две, мы понимали, что мы вам все это ввяжемся. Ну и ответственность такая серьезная, Максим говорит, продажи будут, если продаж не будут, мы знаем, где ваш офис. Вот, я шучу, конечно. Вот, поэтому, да, время. Вот если, конечно, заранее все это планировать, то это все было бы, может быть, еще были бы лучше цифры, а так мы все на ходу, все тестировали, тестировали все каналы, какие-то ненужные каналы отключали, Яндекс усиливали. Вот. Вот так. Ну, вот правильно говорит Сергей, все на ходу делалось, но опять же, да, причина, почему нам все-таки нужно было оперативно и ворваться в интернет-пространство с рекламой, причину я вам обозначил, когда у вас вываливается огромное количество билетов, ведь ценообразование тоже зависит от количества доступных мест и предполагаемого спроса предложения, билеты были не дешевые, для Беларуси 300 рублей у нас, кто у нас 300 рублей стоит? Портер Пугачевой, наверное, и все, да, я больше, наверное, не встречал, а, ну, может, Рамштайн когда-то стоил такие колоссальные деньги, для Беларуса это очень дорого, но, тем не менее, нам на тот момент, когда мы понимали, какое количество мест у нас есть, цену мы выставили правильную, потому что до момента работы и понимания, какое количество мест лишних вываливается, мы подходили к солдовоту. И, соответственно, когда оно вывалилось, нужно было конкретно усиливаться, мы усилились, и важный момент, сказал Сергей по поводу времени, вот не в оправдание, а вот конкретику говорю, все-таки европейские игры это масштаб Олимпиады, может быть, не летние, но зимние так точно, да, по количеству задействованных человеческих материальных ресурсов, это очень крупное событие. Нам оно досталось, если первые упоминания говорить в 2016 году в ноябре, а конкретно к работе люди приступили в сентябре 2017 года за 22 месяца до финального свистка. По сути, это был отряд самоубийц, который зашел туда в работу, и вот Сергей окунулся в наш ритм. Лично мой показатель с телефона показывал порядка 8,5 часов в день экранного времени. Вот Сергей, я думаю, подбавил себе тоже количество и дополнительных зарядных устройств для телефона. Поэтому, да, время это самый колоссальный фактор, это на самом деле самый главный ресурс. Будь у нас 4 года, мы сделали бы еще веселее, и начали бы компанию с Яндексом, и успели бы Яндекс.Такси запустить для клиентских сервисов, и умели бы поженить Яндекс.Статистику с нашей IT-платформой. Не хватало, на самом деле, пару месяцев буквально. Но эти платформы есть, эти инструменты есть, и, откровенно говоря, с Яндексом было работать очень комфортно. Спасибо за такую оценку. С Гуглом не так. Вот так вот. Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей.